Этот рисунок подарил мальчик, которого мы здесь с Ярославом спасали. История автора этого рисунка почти ничем не отличается от многих других детских историй. Летом в тайне от родителей двое мальчишек приехали к озеру и решили искупаться. Плавать дети не умели. Прыгнув со ступеней неподалеку от дамбы, стали тонуть. Барахтающихся в воде ребят заметили спасатели – Виталий Захватович и Ярослав Янушкевич. И мгновенно подоспели на помощь. Мы несли дежурство, находились на причале, недалеко от катера. И увидели, как отсюда двое ребят подъехали на велосипедах, решили искупаться. Попрыгали в воду. Незамедлительно напрыгнули в катер и выдвинули сюда, к месту происшествия. На тот момент мы еще не знали, что ни один, ни второй ребенок плавать не умели. Пока подошли на катере, один уже скрылся под водой, один находился на поверхности. Подъехав на катере, Янушкевич Ярослав сразу прыгнул в воду, поднял мальчика, который был на поверхности. Второго уже совместными силами, то есть я уже тоже прыгнул с катера, когда катер припарковал. И начали проныривать, искать его. Потому как место издалека, и вообще мы не знали, где он будет лежать. С третьего раза мы его подняли, он уже был без дыхания, без пульса. Подняли его сюда ступеньки, крикнули прохожим, чтобы вызвали скорую, потому как телефона с собой у нас не было. Начали откачивать, откачали благополучно. Появилось и дыхание, и сердцебиение. Ну и уже ждали скорую помощь. Скорая помощь приехала очень быстро. Спустя несколько дней один из спасенных мальчиков вместе с мамой наведался на станцию и в качестве благодарности подарил спасателям свой рисунок. Его Виталий Захватович бережно хранит уже много лет. А вот одна из жительниц нашего города после того, как Виталий спас ее сына, пообещала, что останется благодарной ему до конца своих дней. Так и вышло. Пока была жива, каждый профессиональный праздник Виталий и его коллеги слышали от нее слова поздравлений и благодарности. Сам же Виталий Захватович признается. Лучшая благодарность для любого спасателя – это… Когда человек остается жив и просто скажет спасибо. Это, наверное, самая благодарность для спасателя. На Лизской спасательной станции Виталий Захватович работает более 20 лет. На выбор будущей профессии повлиял и его величество случаев. Отец Виталия, Мячеслав Захватович, работал на спасательной станции мотористом. И однажды, вернувшись домой, рассказал сыну, что на станции нужны матросы и предложил попробовать свои силы. Отработав летний период матросом, Виталий стал учеником водолаза. Отучился, сдал на классность. Присвоили мне третий класс водолаза. На тот момент это было. Повышал квалификацию свою, то есть получил спустя время второй класс, первый класс. И потом уже в 2019 году был назначен начальником станции. Под руководством Виталия Захватовича сегодня трудятся 6 водолазов, 5 мотористов, электрик и 2 медсестры. В летний период, который считается самым напряженным, штат на спасательной станции увеличивается. Летом у спасателей бывают по-настоящему жаркие дни. И виной тому не температура воздуха, а резко возрастающее количество отдыхающих на пляже. Летом спасатели несут службу с 9 утра до 9 вечера. По статистике наибольшее количество, а это 90% несчастных случаев, происходит с лицами в состоянии алкогольного опьянения. Остальные 10 составляют детские шалости. Не менее опасный и зимний период. Здесь под пристальным взглядом рыбаки, многие из которых в погоне за уловом стремятся выйти на неокрепший лед. Проверить ледяной покров Лицкого озера на прочность часто пытаются и школьники. Поэтому и зимой спасатели всегда на чеку. Весенний-осенний период опасность своя. Осень и весна это не менее опасные периоды, потому как ледостав, когда лед становится, либо когда он начинает сходить, это весенний период. Это опасное время, потому как рядом, вблизи у нас расположены школы. Дети, естественно, кто-то домой, кто-то в школу идет, и всем интересно выйти на лед. В этот период осенний-весенний лед особенно опасный. Поэтому детишки пытаются выйти. Бывали случаи, когда дети проваливались, мы их доставали. Поэтому у спасателей в этот период тоже нет времени. Да, оно может быть полегче, чем летом. Но опять же, вахтное наблюдение никто не отменял, и они всегда ведутся. Никто не отменял и ежедневные водолазные спуски, и еженедельные тренировки по спасению в любое время года. И тем и другим на спасательной станции руководит Виталий Захватович. В его обязанности входит допуск сотрудников к спускам и непосредственно их организация. Распределение обязанностей, инструктаж, проверка основного и страхующего снаряжения. Спасателям на нашем водоеме приходится работать в условиях ограниченной видимости. Поэтому многие манипуляции выполняются на ощупь. Такая работа требует от водолазов высокого мастерства. Тренируясь по спасению, то есть если берем лето, значит это будет выезд катера по тревоге, либо плавание. Что касается зимой, вырезаем майну, либо идем на противоположное озеро возле пивзавода. Там, как правило, лед тонкий и просто-напросто начинаем тренироваться. Кто-то один одевается в водолазный костюм, прыгает в воду. Остальные ребята со спасательной доской пытаются его достать. Виталий Захватович не только руководит водолазными спусками, но и сам постоянно участвует в них. Несмотря на 20-летний опыт, подходит к спускам и тренировкам со всей ответственностью. Говорит, они просто необходимы для того, чтобы не потерять квалификацию, навык и держать себя в форме. Признается, благодарен своим подчиненным. Прыгать в воду и применять навыки на практике приходится нечасто. Ледские спасатели отлично знают свое дело и в случае необходимости готовы мгновенно прийти на помощь. Если я нахожусь рядом, непосредственно возле, скажем так, очага происшествия, то да, я незамедлительно. И бывали такие случаи, когда мне приходилось прыгать в воду, уже будучи начальником станции. Выполняю работу как спасателя, так и начальника станции. Но спасибо хочу сказать своим ребятам, потому что они оперативно на это реагируют. И иногда даже мне не приходится выполнять их работу, они сами все это. Нет никаких чувств. Просто есть задачи, которые нужно выполнить. Поначалу, когда ребята приходят молодые сюда, точно так же было и у меня, это просто, скажем так, от мало навыков, когда это первый случай, у тебя не то чтобы паника, но замешательство такое, ты не знаешь, что делать. Тогда ребята уже бывали в таких случаях, эмоций никаких не будет. Просто есть задачи, которые нужно выполнить и прыгают в воду, либо с причала, либо с катера уже не задумываются. При необходимости, не задумываясь, прыгнет в воду и водолаз-спасатель Ярослав Янушкевич. На спасательной станции он работает почти 10 лет. Признается, рад, что ему приходится работать под руководством Виталия Захватовича. Говорит, он из тех, кто любит свое дело, предан ему, а главное, готов прийти на помощь в любое время. Устроился я сюда на работу по рекомендациям нынешнего начальника станции Виталия Захватовича. До этого мы были знакомы, вместе в армии служили. Ну и при встрече, как-то после армии, он мне порекомендовал прийти сюда на Лидскую станцию, устроиться водолазом. В армии мы проходили обучение по водолазной подготовке. Как бы у меня там какие-то азы первоначальные уже были, и практики немножко было. А придя сюда на станцию, попал к Виталию Захватовичу в смену, мы еще были вместе. Ну, он еще до этого был обыкновенным водолазом, вместе работали. Мне очень нравится с ним работать, много чему меня научил, передал много своих знаний на практике. Пока на Лидской спасательной станции работают такие люди, как Виталий Захватович, Ярослав Янушкевич и их коллеги. Мужественные, бесстрашные, отважные, бескорыстные, влюбленные в свое дело и готовые в любой момент прийти на помощь. Отдых у воды будет безопасным и спокойным.